Ярославский камерный театр вернулся с гастролей в Прибалтике. Эстония и Латвия рукоплескали артистам. Марина Смарагдова узнала, как прошел театральный вояж. Ярославцы, как они сами признаются, не ожидали такого эффекта. Зная классическую сдержанность Прибалтов, на горячий прием не рассчитывали и ошиблись. Зритель очень внимательный, очень такой, знаете, дотошный. Внимательный, но реакция их была, ну и посильнее нашей, может быть, даже. Эмоционально встал весь зал, стоя аплодировал, долго не отпускали. Владимира Гусева узнавали на улицах. За пределами России он известен по киноролям. В спектакле интервью, так понравившееся в странах Балтии, в афише театра много лет. Лауреат премии Смоктуновского, а Владимир Гусев обладатель редкой театральной награды Фигаро. Он много снимается, а путешествия невольно склоняют артисты к сравнениям. При Балтике поразило размеренной жизни. В Латвии я не видел пробок. Машины, достаточно много импортных машин. Я не видел, чтобы там узкие улочки, там уже улочки, чем где-либо. Я не видел, чтобы машины стояли. Только на светофорах, все. Сейчас у артистов Камерного другие тревоги. Частный театр всегда на грани выживаемости. Искусство редко бывает рентабельным. Затраты финансовые никто. А это огромные деньги. В Прибалтике ярославцев пригласили на радио. И в Таллине, и в Риге артисты общались со зрителями. Интерес к русскому искусству там, несмотря ни на что, высок. А то, что театр провинциальный и негосударственный, только добавляло интереса к гастролям. Марина Смарагдова, Сергей Чукмарев, городской телеканал.